У нас завтра ассоциационная инстанция выполнила суда рассмотрение вопроса о том, чтобы мы обжаловали решение судей ТАРБО, которая по существу отказала нам рассмотрение нашей жалобы. Смысл нашей жалобы заключался в том, что мы считаем указ президента в Зане о награждении Александра Анкварда, не соответствующий закону о государственных наградах и почетных званиях Республики Абхазия, а также большие моральные издержки имели. В своем заявлении мы обосновали 27 декабря прошлого года, что мы имели в виду. Естественно, ни к фамилии Раня, ни к фамилии однофамильцев Анкварда это не относится, мы к ним с уважением, как они также относились с уважением к фамилии Хаджинба, но в свое время вели политическую борьбу, это вообще разные вещи. А я хочу сказать о том, что АРВА за 15 лет своей деятельности, я с первых дней находился в Высшем Совете, бессменный, никогда не обращалась в суд. Это было первое обращение в суд общественной организации, не было такого. Мы как-то старались решать другими путями свои вопросы. Ну, кто-то скажет, молодцы, это цивилизованный подход к обращению в суд, кто-то скажет, еще по-другому это уже мнение людей. Но почему мы обратились в суд? Мы сейчас не собирались обращаться. Но когда после нашего заявления прокуратуру позвонили, им хватает это в устной форме сделать, а не даже письменной, в устной форме, мы позаловали, что оскорблены честь и достоинство премьер-министра и просим вас рассмотреть это наше заявление на вопрос возбуждения уголовного дела по отношению к АРВА и к председателю, секретарю организации, руководству АРВА. Нас вызвали вначале, там следует АРВА, они все уважительно к нам относились, у нас к ним нет вопросов, но они выполняют, что им право, которое поручило. Нас вызвали и начали допрашивать, как говорят, по существу дела. Мы на первой нашей встрече отказались от дачи показаний и сказали, почему. Потому что мы в свое время обращались. Всем известно, что в 1994 году против Александра Амбар было возбуждено уголовное дело. По факту передачи Арубля 18 августа СКБ, тогда ККБ Абхазии, которая возбуждена в Тангиле селяне, фактически игнорируя преступление Владислава Арцинда, который сказал о том, что необходимо создать пять батальонов для сопротивления Александра Амбар своим решением, передал оружие фактически грузинской стороне. Учитывая, что каждая цена от патрона, автомата, пистолета в начале войны была огромной, вы все это знаете, люди свои последние меняли на оружие, и машины, и золото, и все. Он принял такое решение. Об этом, между прочим, стало известно после войны, когда обратился в прокуратуру подполковник Адлиба, царство небесное уже нету живых, недавно ушел из жизни, вот, и на основании его обращения проводилось следственное мероприятие было возбуждено уголовное дело. Мы считаем, что Адзавша можно до еще первой степени давать людям безубречные биографии и слышали шурфа «берцкал и полхан». Так вот давать на дни рождения, сохраняя советские какие-то, там, где рождения, помните, смеялись, у Брежнева, там, пятая звезда, его щекочет, каждому юбилею, там, награды давать. Это, потом, такая нехорошая традиция, которая перешла с советского времени. Если человек достоин, зачем 70-летие ждать? Надо было дать еще раньше. Может, он не дожил, не до 70-летия. Походе так, да? А если дожил, не удали, там. Вот, к чему я говорю, все это, что против нас начали вот следствие орган дознания МВД. Мы сказали, где уголовное дело. О том, что это уголовное дело, фактически свидетельствуем, привели книгу Владислава Григоря Чарльза, его мемуары, где прямо написан номер дела, кто обратился в выдержки прямо взят. Более того, мы поработали в национальной библиотеке. Нашли газету «Республика Абхазия» за 2003 год, в котором были в свое время опубликованы некоторые сведения о открытке этого уголовного дела, которое было возбуждено в отношении Александра Ампула. Нашли публикации Раисы Амычева. Там и моя публикация была 2003 года. Единственное, и нашли его ответ, где он мне лично отвечал. У нас была полемика в 2003 году в газете «Возрождение», где он говорил о том, что он никогда не преследовал Аслана Зондария, не преследовал никого, не разоружал. А мы обвиняли его еще в этом, что он занимался разоружением Гвардии сразу перед войной. И никого он не разоружал и так далее. И так интересно вышло, я тогда даже не знал, что Раиса Амычева, заслуженная учительница Абхазской эссервера, еще живая, мать Аслана Зондария, и вдруг она написала у него, сходя из такая, «Мы знаем настоящих лидеров-йезуитов». И она фактически говорит, что Александр Ампула приезжал лично и угрожал в дом с сотрудником СКБ, говорил, что ее сыновья сдали оружие, когда они не подчинились приказу разоружиться. И все, что это можно было, тогда, знаете, предвыборная трескотня в 2003 год, если кто помнит, шум, люди не обратили особого внимания на это все. Но когда говорят, правда долго пробирает себе дорогу, ну когда-то должна пробраться. И вот когда вот отдел дознания начало свою работу, мы приняли решение, слушайте, ну сколько нужно над нами издеваться. Мы сделали заявление, даже они не вспоминать уже не хотят, что такое было. Они хотят сказать, что этого тоже не было. Потому что уголовное дело на сегодняшний день исчезло. Тогда мы обратились к генеральному прокурору, ответ дала прокуратура, вот вот этот ответ мы вам потом покажем. Где нам говорят, мы сказали, дайте нам ответ, где есть это уголовное дело, и мы придем здесь и дадим показать. Такая просьба была и в 2016 году, когда Александр Англанд вернулся в Абхазию баллотироваться. Тогда вот у памятника на Гумистинском мосту собрались, профессор Рафин Англанд зачитывал, зачитывал резолюцию собравшихся, и там также обратились, где уголовное дело. И вот, ну, устно нам говорили, уголовного дела, как мы нету, не знаем, где находится. В конце концов мы направили официальный запрос в генеральную прокуратуру, и мы получили вот такое ответ. На ваше обращение от 19.01.2023 года, направленное на имя генерального прокурора Государственного Совета Куристиции Агарба, было перескнуло военную прокуратуру Абхазии для рассмотрения. Проведенной военной прокуратурой проверкой было установлено, что 25 апреля 1994 года следственным управлением прокуратурой было возбуждено уголовное дело номер 394-806-866. То есть факт, подтверждающий, что такое дело на самом деле было, установлен. Часть первой статьи 186, старой редакции. По факту злоупотреблению властью и служебным положением со стороны бывшего руководства МВД Абхазии, связано с необеспечением вывоза огнестрельного оружия, хранившегося в МВД, издачей его в КГБ Абхазии в период 17-18 августа 1992 года перед оккупацией Сухуна войсками Госсовета Грузии. В результате проведенного расследования 26 июня 1994 года начальником следственного управления прокуратурой ААА Анатолий Берёд Олбая, Б.А. Веслан Олбая, Царство Небесное. Данное уголовное дело было прекращено в производственном по статье 5 Уголовного кодекса Республики Абхазии в старой редакции. Но 3 сентября 1996 года по уголовному делу 394-866 перешлому военному прокуратурой Республики Абхазии следователям указанного органа производства по делу было возобновлено. По данному уголовному делу были произвели ряд следственных действий, в том числе допросы в качестве свидетелей. Сотрудни были Нормания, Адри, Бакобахер, а также представители руководства страны ОСГАН. Кроме того, к делу был приобщен протокол допроса Англаба Александра Золотиньского, полученный от Генеральной прокуратуры Республики Абхазия. На тот период возглавлял Джиггенен. 25 октября 1996 года следователем военной прокуратуры Республики Абхазии производству по делу было приостановлено. По статье 196 пункта 1. То есть, оказывается, дело, хотя его и нет, ну, как бы фактически, но, поймите, что да, она даже не закрыта. Она всего лишь приостановлена. Мы имеем человека на должности президента, на должности премьер-министра, депутата парламента, против протокол допроса... ...остановлено. Когда мы зашли в историю вопроса, начали изучать, вот такие интересные факты у нас вступали. Примерно в 98-99 году уголовное дело 394-806 забрал к себе военный прокурор Республики Абхазий Натургначач Владимир Виминович. С указанного периода данное уголовное дело не возвращалось ни в канцеляр, ни в кому и следователи военной прокуратуры. Записи официальной передачи указанного уголовного дела в другие органы, также в ходе каких-либо документов, протоколов, писем, запросов военной прокуратуры отсутствуют. В ходе проверки было получено объяснение от бывшего следователя прокуратуры, Республики Абхазий, расследовавший на определенной этапе этого дела, который пояснил, что подробности уголовного дела, в том числе и содержание показаний запрошенных им по делу лиц за давностью уже не помнит. Вообще, в соответствии, если дело пропадает в прокуратуре, в соответствии с законом, они должны принять меры по его восстановлению. Но восстанавливать уголовное дело они обязаны. Конечно, сейчас это трудно. Очень многих фигурантов уже нет. В львых и... Но это ничего не имеет. Класс, есть и фигурант, Александр, Абхан, есть и другие. Прокурат, закон их обязывает восстановить это дело. Теперь вы все-таки знаете, что большая часть населения, почему я говорю большая, потому что, когда в девятнадцатом году Александр Абхан поддержал Ашбу, которого выдвигал, ну, сам вместе с ним в команде, как и баннеры висели в секунде, он набрал девяносто, девятнадцать процентов голосов. То есть его электора, можно сказать, девятнадцать процентов. Это большое количество людей, немало, которые поддерживают, и люди имели это право, мы никому не решаем право, поддерживают того или иного человека. Но остальное большинство фактически не поддерживает. И фактически для меня лично и для большинства населения Абхазии Александр Абхан является антигероем. И награждать человека с такой репутацией ордена Абхазия Абхазия это нивилировать саму общество, саму награду. Нам, судья, даже вы, что это к нам не относится. У судей. Если по этому заявлению нас вызывают и допрашивают, и хотят возбудить уголовное дело, и мы подаем в это время в суд на указ, как это к нам, как общественные организации, нам не относится. Мы в АРУА как раз занимаемся тем, что стоим на охране сообщества народа. Мы находимся в гуще всех политических событий. Мы входили там раньше, когда-то и в комиссии по наградам. И мы обсуждали, кого награждать, потому что на этом распитываются подрастающие поколения. А мы занимаемся патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Ну, что значит «не затронуты права»? Мы общественная организация, которая к нам все эти награды, которые даются людям заслуженно или не заслуженно, все наши общественные мнения. Мы, я еще раз говорил, уже и говорю, следим за этим. Следим за то, чтобы морально-нравственные ориентиры общества были соответствующими тому, что победили в этой войне и что нам принесла эта свобода. Мы выступаем против торговли с Грузией, потому что мы считаем, что это подтачивает морально-нравственные активы. Если кому-то вы разрешили сегодня торговать, завозить товар из Грузии, зачем вам вообще пропускать СКГ отменитель? Отменитель. Если вы торгуете, почему другой человек не может поехать на свадьбу или просто прогуляться по Батуму или там в Боржобе воду выпить. Отмените все эти пропускательства. Государство, которое начало завозить импорт грузинских товаров на свою территорию и тем самым поддерживает грузинского фермера, покупая у него сазенцы или тех, кто торгует автомобили, наполняя бюджет Грузии. Нам говорят, а вы не помните во времена Владислава Англазова там бензин там уходил в годы плакаты. А мы прекрасно помним. Я не говорю, если вы мужчины, сделайте то, что было при Владиславе Арцове. Я вам слова не скажу. Помезите, хотя бы одну машину 20 тонн бензина продайте на грузинской стороне. Фактически Владислава Англазова через доглашенную контрабанду занимался подрывом экономики Грузии. Францовская страна была. Все методы были хороши. Подрывом экономики Грузии занимался. Когда теннисная масса заходила сюда, а товарищ, который уходил в Грузию. Сами, сделайте то же самое. Но Грузии, вы уже свой интерес давно поняли. Это лавочка прикрыта. Ты ничего не повезешь. Ни бензин, ни сигареты. Ничего тебе не дадут завезти. Чтоб ты наполнял свой бюджет. Что касается теперь до темы, то мы вернемся к этой теме. Теперь, что касается завтра. Завтра мы просим вас всех прийти в суд. Где будет наша... Мы обратились, у нас адвокат Монна Владимировна Смир, опытный человек. Будет рассматриваться наша жалоба на предмет разрешить ли нам суд просмотреть по существу дела об указе президента о награждении Ахзапшар первой степени Александра Ампо. Я надеюсь, это будет нонсенс, если ассоциальная служба суда откажет нам в нашей просьбе, потому что я уже приводил отмемление. По тому же делу нас вызывают дознаватели. А, хочу сказать, что отдел дознания в один момент прекратил дело. У нас есть постановление по Тимуру Росфичи и по мне, то есть по ОРВА, что и вызнавец постановления, что не усматривается ни клевета, ни оскорбление. Но позавчера буквально прокуратура это поставили постановление отдела дознания отменила. и заново начато расследование против нас и против меня, Тимура Гуля и высшего совета. Ну, мы пойдем, конечно, уже, потому что мы дадим показания, потому что у нас главная просмотра, я хочу, между прочим, сказать благодарность прокуратуре, которая вот это письмо о том, что на самом деле уголовное дело такое существовало, оно было в производстве, оно было, они нам предоставили. Это говорит о том, что в прокуратуре и в военном есть еще честные люди, которые не могут просто вот так выставить обманщиков Владислава Арцинба, который в своей книге указал это все. Потому что другой ответ говорил бы, что Владислав Арцинба соврал в своей книге. Понимаете? А что это значит? Какую это мораль несет, вы представляете, нагрузку, да? Если мы говорим, что лидер, национальный лидер Абхазии там убрал свои книги. Слава Богу, прокуратура своим ответом подтвердила, что такое уголовное было дело. Да, но его сегодня нету, они, наверное, его ищут. Мы говорим, давайте искать все вместе. И вот, если они его не найдут, они должны будут как бы его восстанавливать. Вот такая у нас работа была за эти все месяцы, с 27 декабря мы не устало работаем и дошли до Конституционного суда. Вот там, где уголовное дело в первый раз приостановлено, или как там было в первый раз, вот эти статьи вы можете расшифровать в связи с чем? В 96-м году, когда последний раз оно было приостановлено, это что за статья? О чем оно говорит? В связи с чем дело было приостановлено? Есть понимание? Мы в этом еще должны разобраться, но факт в том, что в связи с чем не было оно остановлено, оно было возобновлено. Да, а потом опять приостановлено? Не, не, оно было вначале вообще прекращено. Прекращено. В связи с чем тоже непонятно. В связи с чем, но прокуратура уже не имеет особого значения, потому что прокуратура, она взяла и отменила это решение в 96-м году и возобновила уголовное дело. А вот второй раз, когда оно уже было бы, оно было бы не прекращено, а приостановлено. Если было бы прекращено, ну, сказали бы, да, оно как бы имеет историческую ценность, вообще любое дело должно быть в прокуратуре, да. Да, оно имело и моральную сторону, да, награждая человека, чтобы было против него возбуждено уголовное дело. А тут говорит о том, что оно вообще даже не прекращено, оно приостановлено. Приостановлено может быть в связи с тем, что, например, вот дело о Зураби Ачбе, мы так же интересуемся этим, мы отдельно там по пресс-конференции пойду, поведем. Так же было приостановлено, не прекращено, в связи с тем, что в розыске находится главный подозреваемый, который совершил убийство. И там интересный материал дела мы тоже вот нашли. И в 2014 году она, оказывается, была возобновлено дело по убийству Зурабачева. И вот розыске до сих пор находится, наверное, ждут, когда умрет тот фигурант, который это сделал. Но по всему видно, что это нити тянутся в Грузию, потому что совершил убийство Грузин. Приехал, мы хотим установить откуда? Сюда для совершения убийства. Там некоторые фильмы снимают о том, что с намеками на политическое рост в Абхазии. Политическое рост в Абхазии кого-то в те времена приглашали, чтобы совершить убийство. Не надо было, если даже нам хотелось это сделать. Можно еще вопрос? Вот вы, значит, обращались в Сухумский городской суд, я правильно поняла? Нет. Вы сразу в Верховный суд обратились. Судья Тарба вам отказала, теперь вы обжалуете это в касационной коллегии судей. Там были еще, я вам скажу, у нас был между ними еще один суд, когда по вине Курера были сроки обжалования пропущены. И судья Тарба, к ее чести, она восстановила сроки обжалования, потому что нам не доставили. Здесь где-то оставили письмо или не нашли Тимура Леска, хотя там телефон указан, нас найти не так сложно и так далее. А на этом суде представитель президента, заинтересованного лица и премьер-министра не я видел, никого там не было. Но восстановили, они признали в Сухум, восстановили сроки обжалования и получили решение суда, мы и обжаловали его. Такой правовой вопрос. Закон позволяет общественной организации подавать исковы судиться фактически по поводу указов? Фактически с президентом? Поданная, понимаете, как частная жалоба была подана с нашей стороны. То есть такой указ предусматривает? Я отправил форму, которая предусматривает предъявление этого. Я думаю, завтра на суде будет очень интересно. Процесс открытый будет? Да, открытый процесс. Не запрещено, чтобы туда пришли журналисты. Очень вас просим прийти и осветить это мероприятие. Очень интересно. Закон о наградах и почетных званиях, государственных районах и почетных званиях, обносит положение актера в США. Я не выяснил, но я посмотрел, что положение не соответствует вообще закону. Мне такое интересное укладывается, что у нас вот кто-то сидит в доме администрации президента лет 20, и который пишет специальные какие-то вещи, чтобы наше государство на посвящие выставить. В чем не соответствует? Ну, например, в законе говорится о том, что награждаются от динарица США люди, принявшие решения, которые коренным образом повлияли на судьбу народа и государства. Никаких решений, которые принял Александр Англаб, что коренным образом повлияли на судьбу народа и государства, мы не знаем. Ну, хотя бы со знаком «груз» точно не знаем. Не знаю, меня «груз» назовут. Они же не конкретизируют в своем указе, понимаете? Они за общее, понимаете, там, куда? Да, и тогда его в третьей степени АХЦПШ, в третьей степени за общественную деятельность, там, и так далее. Не конкретизируют. Это раз. Второе, что стало известно, государственная комиссия по наградам оказывается только для военных рассматриванием. Хотя это государственная комиссия по наградам при президенте. Ни разу на одно награждение гражданского лица. Эта комиссия не рассматривает. Она должна это рассматривать. Она просто не рассматривает это. Скажите, а были ли еще награжденные, которые... Ну, награждение наградит. Вот вчера кто-то заснул к президенту и сказал, «Слушай, у него 70 лет, давайте мы ему завтра наградим. Да что, сейчас мы ему понесем, у него все есть, вот АХЦПШа нету. Давай дадим первое степени. А, хорошо, хорошее настроение было, дадим АХЦПШа, он же экс-президент». И тогда, и тогда у нас все экс-президенты там не соответствуют, понимаете? Потом там идут, идут иностранные граждане. Все. Это в законе. А в ползении АХЦПШа там расписано, что, например, работники искусства, ученые, которые, ну, совершили, а этого в законе нет. Там нету законов. Это только иностранных граждан, что касается, есть там, пум. Кто-то взял положение, сделал, ну, так я думаю, я, может, ошибаюсь, я не юрист, вы что, такие осуждения, ну, посмотрите вы. Он говорит, но то, что вот это в комиссии никто не рассматривал. Я выходил на одного из членов комиссии, я говорил, слушай, вы рассматривали вообще вот награду АХЦПШа на комиссии? Он говорит, нет. Мы, говорит, только военных рассматриваем, а вы же, да, это же государственная комиссия по наградам, да, приблизительно. Вы же, да, вы же все награды, да. Ну, говорит, нам не дают, говорит, это, и сами, говорит, принимают. А вы помните, когда у Лукава помилование комиссии не... Нет, президент по закону имеет право без комиссии. Единолично. Да, да, он там не нарушил закон. Так же, как и Хаджимов в свое время не нарушил закон, когда у Лукава бил о том, потому что это не обязательно. Только Конституция отсылает в комиссию любое, только по гражданству. По гражданству президент без комиссии по гражданству не имеет права рассматривать. Потому что в Конституции прямо указано, что через гражданство, через комиссию по гражданству. А остальное-то вспомогательные вещи. Ну, вы помните, сколько шума было сделано, чтобы через комиссию по помилованию не прошла вот это вот Каловское дело. Сколько шума было из-за него. А сегодня это награждение тоже не прошло через комиссию по награду при президенте. Тогда зачем они комиссии держат? Только для военных? Есть ли еще какие-нибудь кавалеры Акцепша, которые у вас вызывают сомнения об их... Ну, есть еще один человек, но я не хотел бы сейчас об этом говорить, а так, в основном, все остальные 31... Я думаю, что... Николай Басков? Нет, Николай Басков Акцепша в первой степени не имеет. Мы говорим за Акцепша в первой степени. Теперь вы все-таки знаете, что большая часть населения... Почему я говорю больше? Я думаю, что когда в 19-м году Александр Анкланд поддержал Акш, когда такого не дал, ну, сам вместе с ним в команде, как и Бангарин, и все, ну, где он набрал 19% голоса. То есть его векторат, можно сказать, 19%. Это большое количество людей, немало, которые поддерживают и люди, не имеют это право, не хруменьшаем право поддерживать того человека. Но остальное большинство фактически не поддерживают. И фактически для меня лично и для большинства населения Абхазии и Александр Борк является ангидиологом. И награждать человека с такой репутацией, органа Абхазия Абхазия, это нигелировать само общество, саму награду. Нам, судья, также говорят, что это к нам не относится. Слушайте, если по этому заявлению нас вызывают и допрашивают, и хотят, что судей уголовный идет, и мы подаем в это время в суд на указ, как это к нам, как общественные организации, нам не относится. Мы в Аруах как раз занимаемся тем, что стоим на охране садов. Мы находимся в гуще всех политических событий. Мы входили там раньше когда-то и в комиссии по наградам. И мы обсуждали, кого награждать. Потому что на этом воспитываются подрастающие поколения. А мы занимаемся подрастающим воспитанием подрастающего поколения. Продолжение следует...